Финна? Привет. Я звонок починила. Я рад тебя видеть. Как ты? Мы не виделись... Долго. Многое изменилось. Да, это точно. Наш почётный гость пришёл. Не стойте на пороге. Ужин почти готов. Финна, я так рада, что ты смогла выбраться. Спасибо за приглашение, мисс Моралес. Мы скучали. А вот он особенно. Привет. Финна, это Ганке. Мой друг из Бруклинской Академии Виженс. Ганке, это Финна. Мой лучший друг. Практически как ты. Ах да, вы же вместе победили на школьном научном конкурсе штата. Сделали... Преобразователь энергии. Бинго. Проводка в этом здании просто кошмар. Проверю предохранитель. Спасибо. Значит, Рождество при свечах? Клянусь, я просто починила ваш звонок. Никто тебя не подозревает. Беда. В щитке вообще нет тока. Похоже, весь квартал отключил. Сбегаю на пожарную лестницу, посмотрю оттуда. Ладно, дорогой, но осторожней. Разумеется, так не получится. Если не умеет прилипать к стенам. Да, весь квартал. Надеюсь, меня тут никто не видит. Не смотри в окно. Не смотри в окно. Как думаете, Майлз там справится? Надеюсь. Тарелки с подогревом надолго наш ужин не спасут. Биоэлектричество может вырубить носорога. А как насчет праздничного ужина? Ай, и обогреватель из дома. Тихая ночь, холодная ночь. Вот в верхнем из сайта никогда таких проблем с электричеством нет. Ну же. Сработало. Какой яркий свет. Я не продумал. Надо скорее вернуться внутрь. Отвлекай их, Ганки. Ну же, Ганки. Майлз еще не вернулся. А может, сделаем фото? Сейчас? Да, ну типа, сохранить память о хороших моментах. А может, подождем Майлза? Не, он не фанат фоток. Так, давайте-ка в точку. Готовы? Отличный снимок. Просто класс. О, а вот и Майлз. Кто голодный? Вы садитесь, я все принесу. Какой запах. Фина, чем ты сейчас занимаешься? Как клуб робототехники? Пришлось уйти. Но я изучаю биотехнику сама. Ботан. И это, говорит, парень, который носит галстук в школе. Эй, только по вторникам. Твой брат Рик все еще работает в Роксоне? Не знаю, кто там вообще может еще работать после вашей предвыборной кампании. Вы наступили к Ригеру на горло. Кстати, о кампании. Ганки, ты у нас специалист по соцсетям. Можешь там рассказать о завтрашнем митинге? Да, к полуночи будем в тренде. Иногда кажется, что это Саймон Кригер, мой оппонент. Все здесь в руках у Роксона. А отвечают они только перед акционерами. Кто-то должен бороться за права людей Гарлема. Вы прослушали отрывок из маминой предвыборной речи. А вы хотите проверить пост перед публикацией? Да, непременно. Ну, что у тебя происходит? В смысле? Да ты... не знаю. Расстроена? Не расскажешь мне? Не сегодня. Рождество же. Слушай, а ты не скучаешь по Бруклину? Ну, я... немного. То есть, очень? Не-е-е. На лице же написано, что тебе тут совсем не нравится. Нет, но... Я тут... я тут никого не знаю. И все время вынужден спрашивать дорогу. Подыщи приятный ресторан, парикмахера или, например, тир какой-нибудь. Привыкнешь. Может, завтра прогуляемся? Только мы вдвоем. У тебя есть время? Сейчас каникулы. Еще неделю мне точно можно расслабляться. Ладно. Спишемся. Гуляем. В смысле... Ну, просто так, конечно, как друзья. А ты все такой же галантный кавалер. Майлз. Ты спишь? Да. Я сидел целую ночь и написал приложение для костюма. В нем необычная операционка. Я такой никогда не видел. Но я прогнал все через дизассемблер, перевел в код архитектуру плагинов и... Ты правда снова уснул, да? Майлз! Все. Встаю. Компиляция почти завершилась. Спасибо. Ну, потестим приложение? Да, бро. За дело. Я подключился к твоим датчикам. Начнем тест-драйв. Давай. Все, что видишь ты. Как тебя там не дожмутся, дорогу? Много тренировок. Дружелюбный сосед 1.0 приветствует вас. Жители Нью-Йорка смогут звать на помощь и сообщать о преступлениях. Хороший интерфейс. Спасибо. О, смотри. Кто-то прислал запрос. Пришел запрос от человека по имени Аарон Дэвис. Что? Что? Это же мой дядя. А он знает, что ты человек-паук? Нет. Наверное, совпадение. Я двигаюсь к станции метро. Да. Я двигаюсь к станции метро. Метро. Гарлине временно не работает. Продолжение следует... Переодеваться слишком холодно. Продолжение следует... Супер. Неплохо. Ха! Выпуск из средней школы. Давненько я не видел этих двоих. Ха! Как это очистить? Ничего. Все в порядке, брат. Ой, да что ж такое. Михо, красавчик. Спасибо, мать. Я кое-кого позвала. Ты можешь прибраться в квартире? О, может, включишь музыку? Праздник же. О, Надя. Серьезно? Куратор компании в Сочельник? Завтрашний митинг сам себя не спланирует. Спасибо за уборку, Михо. Алло? Да, Надя. Мы уже получили разрешение назад. Тут темновато. Зажгу гирлянды. Мамина компания по выдвижению быстро набрала обороты. Жители Гарлема её любят. Хорошо, что Ганки приехал на пару недель. У нас столько работы с паучьим снаряжением. Я не успел сказать спасибо за приглашение на каникулы. Обращайся. Как там твои на Гавайях? Пока ты добирался, они звонили с верхушки Халиакалы. Так что у них всё норм. А я не хотел пропустить Рождество в Нью-Йорке. Вот ещё. Это лучшая пора в году. Именно так. Надо дособирать бабушкины вещи и отправить в Пуэрто-Рико. Похоже, мама тоже ещё не разложила вещи. Видно, что обои выбирала бабушка. Мама сотню таких заказала, потому что в статье было написано про папу. Кто такой Человек-паук? Если б ты только знала. А это что? Во время переезда перепуталась. Старое папиное дело. Кто такой бродяга? Интересно, папа поймал его? Вот теперь��ен, папа. Видно? Да. Здесь実 действительно. Я с того случая в ратуше их не трогал. А это дядя Аарона, кажется. Папа никогда его не ставил, но ведь и не выкинул. Отбеливающая кислота, кислота с отбеливанием... Что выбрал диджей? Лучший альбом всех времен. Субтитры создавал DimaTorzok